Вот, например, обычное мороженое. Возьми, ты уже взяла. Я его взяла. Оказывается, теперь оно может спасти человечество. Нейрофизиологи Лондонского медицинского центра обнаружили, что это лакомство благотворно влияет на мозг. Очень. Да, помогая бороться с подавленным эмоциональным состоянием. Так ли это ставит на себе эксперимент Лена Ландера? Разбирается Илья Давыдов. Горячая пора экзаменов. Так много надо успеть и так мало на это времени. Но если голову держать в холоде, депрессии даже в случае провала не будет. Уверяет Ксения. Три порции мороженого в день спасают студентку. Это здорово снимает стресс, помогает успокоиться, настроиться на работу, с новыми силами трудиться. Появляется ясность мыслей. Медики объясняют, лакомство действует на те же отделы мозга, что и любимая музыка или встреча с близким человеком. Вызывает лёгкую эйфорию. Клинические испытания, правда, не проводили, но зайдите в кафе и убедитесь сами. Пилюли от депрессии. С ума сойти. Сколько сортов. Уже одни названия настраивают на позитив. Ананасовая, ванильная, клубничная. Вау! Возьму шоколадная. Говорят, оно самый мощный антидепрессант. Шоколад сам по себе поднимает настроение, стимулируя выработку гормона радости серотонина. Холод тонизирует. Но главное действующее вещество – сахар. Перед таким лекарством устоять невозможно. Поскольку сахар является основным метаболитом головного мозга, то есть нейроны питаются сахаром, потому что из него проще всего делать молекулы АТФ, то есть энергетические молекулы, в которых хранится запас энергии нейронов. Поэтому нейроны заставляют наш бедный организм бесконечно охотиться за сахаром. Выходит, при покупке мороженого нами движут инстинкты? Импульсы исходят из наиболее древних пищевых центров мозга, как и у братьев наших меньших.